С вами канал Учебник Вслух. География, седьмой класс. Тема урока – Китай. Мы знаем о Китае. Поднебесная империя или Срединная империя. Джунго. Джун – середина, го – государство. Так китайцы называют свою страну. С древности сложилось их убеждение в том, что Китай является географическим и культурным центром мира. Порох, магнитный компас, бумага и книгопечатание, фарфор, шелк изобретены в Китае более тысячи лет назад. Иероглифы – рисованные знаки древней системы китайского письма, которому больше двух с половиной тысяч лет. Великая китайская стена – грандиозное крепостное сооружение, возведенное для защиты от кочевников в III веке до н.э. Стена протянулась на несколько тысяч километров. Великий шелковый путь. Маршруты, по которым в древности шли торговые караваны, в Переднюю Азию. Оттуда диковинные товары попадали в Европу. В XXI веке Китай стремится возродить эту мощную торговую артерию. Великая китайская равнина – колыбель китайской цивилизации. Самое сердце страны. Здесь существует один из самых древних культурных ландшафтов планеты. Рис и чай – основа питания китайцев. Как и всю остальную пищу, рис едят палочками. Чай пьют по несколько раз в день. Самая многолюдная страна на планете. Численность населения Китая превысила 1300 миллионов человек. Это одна пятая всех жителей Земли. КВЖД – Китайско-Восточная железная дорога. Первая в северо-восточном Китае. Была построена Россией в 1897-1903 годах. Место на карте. Китай – огромная многоликая страна, расположенная в Восточной Азии. Горные районы и пустыни занимают две трети территории на западе страны. Хребты и каменистые пустыни Тибета подняты над уровнем моря на 4500 метров и обрамлены высочайшими в мире горными системами Гималаев и Кунь-Луня. Вместе с высокими пустынными равнинами и горами Восточного Тиньшаня они образуют грандиозную дугу. Эта дуга охватывает область низких равнин Восточного Китая. Великая китайская равнина – житница страны, орошаемая водами и сложенная наносами крупнейших рек – Янзы и Хуанхэ. Юг страны также горист. С северо-запада на юго-восток возрастают среднегодовая температура и количество осадков. Климат меняется от умеренного, резкоконтинентального до тропического. Место в мире. Китайская народная республика – крупнейшее государство мира. Дружественный сосед России. Оно занимает первое место в мире по численности населения. Второе – по стоимости производимой продукции и услуг. Третье – третье по площади. 9,6 миллионов квадратных километров. В Китае выпускают практически все виды промышленной продукции. От мотыги до космического корабля. В его недрах залегают почти все виды полезных ископаемых планеты. Страна больше всех в мире добывает угля и железной руды, выплавляет стали, производит цемента, выпускает автомобилей и велосипедов, телевизоров, видео и аудиоаппаратуры, мобильных телефонов, собирает компьютеров. Китай имеет собственную программу космических исследований и запускает пилотируемые корабли. Страна известна и самой длинной в мире сетью скоростных железных дорог, превзойдя по этому показателю Европу и Японию. Современные пассажирские поезда могут развивать скорость до 380 км в час. В недавнем прошлом практически вся промышленная продукция выпускалась на государственных предприятиях. Теперь основную часть товаров производят частные компании. Современный Китай превратился в одну из самых мощных стран мира, обеспечивая практически всем необходимым собственное население. Кроме того, Китай одевает и обувает почти полмира и производит самые сложные машины, оборудование и приборы. Вместе с тем, по среднему уровню благосостояния населения Китай уступает наиболее развитым странам и до сих пор уровень жизни в городах и деревнях заметно различается. Китайцы. Происхождение, занятие, образ жизни. Подавляющее большинство граждан страны, 94% жителей – китайцы, именующие себя ханьцами, по названию одной из древних правящих династий Китая. Остальные 6% населения приходятся на другие народы – тибетцы, уйгуры, монголы и другие. Отличительными чертами китайцев традиционно являются трудолюбие, организованность, исполнительность и особое ощущение единства человека и природы. Вода, камень, дерево, цветы, птицы всегда наделены символическим значением. Например, дракон – покровитель гор и рек, владыка Востока. Черепаха – символ долголетия, ее выпуклый панцирь воплощает небо, а плоская брюшко – землю. Вспомните, какое влияние на евразийский материк оказывают его размеры. Точно так же размеры Китая влекут за собой разнообразие природных условий. Существует резкий контраст между западом и востоком страны. Прибрежные районы и Великая Китайская равнина густо заселены. На одной десятой территории страны проживает 4 пятых ее населения. В некоторых местах плотность населения около тысячи человек на один квадратный километр. В западных пустынных высокогорных районах в 100 и более раз ниже. Самый плотно населенный район страны – Восточное Побережье. Здесь на плодородных почвах издревле выращивают поливной рис, чай и другие теплолюбивые культуры. Именно здесь сосредоточены новейшие отрасли промышленности, центры торговли и финансов, такие как Шанхай или Гуанчжоу. Этот район стал витриной прогресса Китая, обогнав северо-восток. Северо-восток страны выделяется добычей важнейших полезных ископаемых, в частности угля и нефти. Здесь расположены крупнейшие центры черной металлургии и машиностроения. Западный район пока отстает в промышленном развитии от других районов Китая, он остается преимущественно сельскохозяйственным, бедным и изолированным. В основном здесь разводят овец, лошадей, в Тибете – яков. В сельской местности живут 45% граждан Китая. Однако численность горожан быстро растет. Только городов-миллионников сейчас насчитывается более пятидесятков. Высокая скучность населения в деревнях и городах порождает многие проблемы, в том числе экологические. В последние десятилетия правительство принимало жесткие меры, чтобы сделать нормой семью из трех человек – родителей и один ребенок. Крупнейшие города – Шанхай и Пекин. За последние десятилетия они неузнаваемо изменились. В них появились небоскребы, широкие магистрали, новые жилые кварталы. Сохраняют свой традиционный облик исторические районы, например, район хутонов, обсаженных деревьями улочек аллей в старом городе Пекина. Янзы и Хуанхэ – великие реки. Исключительная роль в жизни китайцев принадлежит рекам Янзы и Хуанхэ. Их водами орошается, а наносами удобряется огромный сельскохозяйственный район, обеспечивающий существование сотням миллионов китайцев. Янзы – важнейшая транспортная артерия Китая. Около половины отправляемых и получаемых морем грузов перевозятся по Янзы и ее притокам. На тысячу километров вверх по реке могут подниматься океанские суда. На берегах Янзы расположены десятки больших городов, в том числе такие крупнейшие промышленные центры страны, как Нанкин, Ухань, Чунцин. Истоки Янзы и Хуанхэ находятся в высокогорьях, близ Тибета. Хуанхэ в своем среднем течении пересекает знаменитое лесовое плато. Лес – это светло-желтая осадочная порода, на которой образуются очень плодородные почвы и которые подвержены эрозии. Поэтому территория плато сильно распахана и повреждена оврагами. Янзы несет свои воды по руслу длиной более 6000 километров через весь Китай и впадает в Южно-Китайское море к северу от Шанхая. В своем верхнем и среднем течении Янзы прорезает горные хребты и плато, образуя глубокие узкие ущелья. Здесь была построена самая первая в стране гидроэлектростанция. Сейчас уже закончено строительство самой мощной в мире ГЭС – Санься – Три ущелья. Водохранилище при ГЭС должно уменьшить опасность разрушительных наводнений на Янзы. ГЭС